От ВЧК до ФСБ. Длинную историю органов госбезопасности СССР и России теперь можно проследить в Военно-историческом музее. Служба, созданная в декабре 1917 года, как орган диктатуры пролетариата, в этом году отмечает свой вековой юбилей. На выставке экспонаты и документы, отражающие историю становления и развития органов безопасности в Орловской области. Проведена колоссальная работа в архивах по всей стране, наверное. И ходят и такие материалы. Здесь фотографии, подлинные документы, удостоверения, принадлежавшие некогда герою Великой Отечественной войны мундир – форма сотрудника госбезопасности НКВД. Здесь представлены уникальные материалы из архива управления ФСБ по Орловской области. Они касаются самых драматичных моментов нашей истории. Это и Гражданская война, и Великой Отечественной войны, и поиск военных преступников в 40-70-х годах, и восстановление конституционного строя уже в современной истории на Северном Кавказе. Самый большой стенд посвящен периоду Великой Отечественной войны. Его оформили, чтобы помнили о героических делах Орловского подполья, о роли органов безопасности в тайной войне с врагом. Не расслаблялись чекисты и в послевоенное время. Была проведена кропотливая работа по розыску и привлечению к ответственности карателей и пособников фашистов. Развеяли именно тот миф, что город Орловского сдан без сбоя. Именно сотрудники комитета государственной безопасности стали первыми и остановили фашистов, которые рвались напрямую к нашей столице. Выставка передвижная. Пока что она будет находиться в Военно-историческом музее. Начиная с сентября экспозиции будут разъезжать по районным центрам Орловской области. Анна Маричева, Олег Фомин, Телеканал Первообластной.